Новая строительная технология используется при укладке асфальтового покрытия на дорогах В Монголии проходит крупное расширение градообразующего предприятия с увеличением мощности. Подробности через несколько минут. В эфире международный информационный выпуск «Середина земли». Начнем с новостей Забайкальского края. Прямо сейчас о них вам расскажут корреспонденты из Читы. В студии Николай Стародубцев. Здравствуйте! В этом году Забайкальские дорожные службы планируют отремонтировать 145 километров асфальтового покрытия, а также 12 мостов и виадуков, расположенных на федеральных трассах Чита-Забайкальск, Иркутск-Чита и Чита-Хабаровск. Объем проводимых работ оценивается почти в 6 миллиардов рублей. В соответствии с общероссийским планом развития автодорожной сети к 2018 году на территории нашего края к нормативному состоянию должны быть приведены более 1600 километров дорожного покрытия, 248 мостов и 1620 водоспускных труб. В текущем году наибольший объем работ запланирован на трассе А-350 Чита-Забайкальск. Здесь будет отремонтировано более 60 километров дороги и 7 мостов. Также весь необходимый комплекс работ проводится и на автодорогах Иркутск-Чита и Чита-Хабаровск. Снизить затраты на ремонт покрытия, его содержание, а также увеличить межремонтные сроки помогут новые технологии. Инновационные технологии, это горячая регенерация, на Забайкальской дороге она закончилась, то есть подрядчик выполнил комплекс работы и перешел на Иркутскую дорогу, где на сегодняшний год предусмотрено 36 километров ремонта пройти. Это фрезерование покрытия и горячая регенерация. Впервые на Забайкальских дорогах работает уникальная машина, ремиксер, настоящий мобильный завод. Сначала проводится фрезерование покрытия, специальными лезвиями убираются все неровности. При этом весь срезанный материал также идет в дело. Главная особенность новой технологии в том, что она позволяет использовать старый асфальт. Срезанный, расплавленный и смешанный с необходимым составом, он укладывается на основание нового асфальта. Потом уже будет положен следующий слой. Смесь укладывают ровным слоем, распределяют середины к краю. Затем ее уплотняют с помощью катков. При максимальной скорости при укладке трех метров покрытия необходимо не более пары минут. После работы ремиксера укладывается верхний слой щебеночно-мастичного асфальтобетона, который должен прослужить в 2-3 раза дольше обычного. Все работы должны завершиться в августе-сентябре этого года. Антон Матушевский, Сергей Миртов. Середина земли. Забайкальский край. Команда «Ангир» стала победителем третьего фестиваля пляжного футбола, который завершился накануне на озере Арахлей. В турнире приняли участие 16 команд из Читы, Краснокаменска, Атамановки, Домны и Улан-Удэ. Подробности в следующем сюжете. Солнце, горячий песок и любимое всеми озеро. Казалось, более подходящего места для проведения фестиваля пляжного футбола и не придумаешь. Это уже третий турнир. Ранее он проводился на озере Кенон. И уже второй год подряд спортсмены-любители собираются на Арахлее. В последнее с прошлым годом число участников выросло на 4 команды. Расширяется количественный состав участников и добавляются новые регионы. 16 команд разбили на 4 подгруппы. Сильнейшие сошлись позже в четверть и полуфиналах. Здесь уже играли по олимпийской системе. На вылет. Поединки длились 3 тайма по 10 минут. Несмотря на жару, участники боролись за каждый мяч, отдавая все силы. В борьбе случались и несущественные травмы, но на них внимания порой и не обращали. Каждый стремился победить. Впервые на фестиваль приехала команда Dream Team из Улан-Удэ. У нас такой симбиоз немножко. Молодежь и есть взрослые игроки. И как раз они друг друга дополняют. Мы в прошлом году выступали на прежнем футболе в Улан-Удэ на Байкале. Заняли четвертое место. На Арахлее впервые нас позвали. Мы согласились с удовольствием. Первый раз. Все замечательно. Красивое озеро, хорошие люди. Спасибо большое. Среди участников как новички, так и опытные команды. Сборная «Ангир» сразу подтвердила свой статус фаворита. Выиграв все поединки, буквально разгромив соперников. Так одна из встреч закончилась со счетом 13-0 в их пользу. Раньше ребята профессионально занимались футболом в спортивных детских школах. Кто-то даже пробовался в команде мастеров. Теперь это уже получается трудовой коллектив. Кто-то работает в «Ангире», кто-то работает в других предприятиях. То, что эта команда и станет финалистом, мало кто сомневался. За кубок она сразилась со сборной «Авангард». В упорной борьбе с небольшим преимуществом со счетом 4-3 «Ангир» снова одержал победу. Финалисты фестиваля получили приглашение принять участие в подобном спортивном мероприятии. Только уже на берегу Байкала. Юлия Тимошенко, Андрей Фадеев, середина земли, Забайкальский край. И это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Передаю слово моим коллегам. Здравствуйте. Здравствуйте. На связи Бурятия. О главных новостях республики расскажем прямо сейчас в студии Зои Ценишеева. В минувшее воскресенье в этнографическом музее шаманы общались с духами. Трепет о встрече с потусторонним миром передался всем, в том числе иностранным туристам. О чем просили посредники между мирами, расскажет Намсарай Намсараев. Обряд или, как принято, у шаманов Телгом проводится в пятый лунный день месяца змеи года синеватой овцы не случайно. В это время солнечного равноденствия, когда день становится длиннее ночи, духи более благосклонны и услышат каждую молитву. В Улан-Удэ молебен религиозной региональной общины Дархан проводится во второй раз. И эта община объединяет в себя представителей всей этнической Бурятии. Общение с потусторонним миром вызывает у верующих трепетное почтение. Собрав такое большое количество людей, проводя столь великий молебен, призываем всех верить в свои силы. Пусть священная наша земля всегда будет цветущей, а стол у каждого из нас будет богатым. Знаковое событие своим колоритом привлекло внимание туристов из Германии. Благочестивые бюргеры с особым почтением отнеслись к происходящему событию. Честно говоря, я думаю, я не имею права сравнивать какую-то религию, потому что я в вашей религии, в ваших обычаях очень плохо разбираюсь. Шаманы называют себя посредниками между духами и людьми. И быть шаманом – особая миссия. Заслужить доверие людей дорогого стоит. Я приехала из Крумканского района для того, чтобы поучаствовать в летнем тренглоне, помолиться за благополучие своей семьи, своих родственников, благополучие своей земли, на которой мы живем, чтобы все люди, и в том числе, конечно же, моя семья, у всех было крепкое здоровье, успехи в делах, благополучие. Завершающим ритуалом становится очищение. В это время верующие обретают новые силы для продолжения своего жизненного пути. Но увидеть настоящих шаманов – не единственная причина, по которой туристы приезжают в наш регион. Священное озеро притягивает путешественников как магнит. Теперь отдых на Байкале стал доступнее. Ольга Вайлушникова проехалась по побережью и изучила новинки сезона. 16 часов в пути и самые красивые виды. Тур от Турки до Ольхона – новинка сезона. Здесь группе предложат самые интересные туры и накормят ухой. Скучно в такой долгой поездке точно не будет. По традиции мы обязательно останавливаем наш корабль, зачерпываем нашей байкальской воды. Особенно иностранцы относятся к этому очень любопытно. И зачерпываем всех, угощаем нашей байкальской водой. Так что предлагаем вам отведать местного деликатеса. Прошу. А уже на берегу и песчаные золотистые пляжи, и купание в озере. Тут и знаменитый маяк. Если есть 50 рублей в кармане, с высоты птичьего полета открываются незабываемые виды на горизонт. Теперь эта зона открыта для всех. В том числе и для предпринимателей. Кафе, обустройство кемпинговых лагерей. Тут можно развернуть любой бизнес. Проект «Особый экономический зон» уникален. В том плане, что он с одной стороны организует турист-коррекционную деятельность на Байкале. Делает ее организованной. Позволяет предпринимателям зарабатывать в этой сфере. По предварительным подсчетам на Байкал возвращается каждый пятый. Вместо каждого пятнадцатого три года назад. Посетила нашу республику иностранцев уже 40 тысяч. Российских туристов почти миллион. И это только в прошлом году. Я сегодня утром прилетела из Москвы. Была встреча в Федеральном агентстве по туризму. Там уже обозначали пятерку лидеров. Байкал ходит в эту пятерку лидеров. И там подтверждали рост спроса на 30%. Ну сейчас по всей стране так. Везде спрос на внутренний продукт высочайший. Такой повышенный спрос называют шансом на развитие. Турист голосует ногами. И от рассказов отдыхающих на озере зависит, действительно ли вновь поедут на Байкал гости из других городов. На этом все. Далее эфир международной информационной программы «Середина земли» продолжают наши коллеги. Здравствуйте вам в слово. Здравствуйте, коллега. О самых интересных новостях столицы Монголии расскажут мои коллеги. Я про дождь до ныня. Семь лет с хану. ГУК предприятия РДНЭТ, производящий в год 26 миллионов тонн руды, запустил новый цех, увеличивший мощность предприятия на 6 миллионов тонн. Спустя 37 лет предприятие РДНЭТ сделало крупное расширение. Если раньше предприятие централизовывало доход на общую сумму более триллиона тугриков, то с вводом дополнительного цеха доход увеличится на 250 миллиардов тугриков. В церемонии открытия крупнейшего проекта приняли участие президент Монголии, члены великого государственного хурава, правительство и представители культуры и искусства. В рамках строительства нового цеха мы построили даже два склада вместимостью 16 тысяч кубов руды. Инвестиции внесла монгольская, китайская и российская сторона на общую сумму в 155 миллионов американских долларов. Если сравнить с обыкновенными жилыми домами, то можно сказать, что объемы работы соответствуют строительству 9-этажных домов. Увеличение объема производственной мощности и увеличение дохода повлечет за собой повышение размера налога. В прошлом году предприятие РДНЭТ заплатило налог на общую сумму в 460 миллиардов тугриков. В этом году налог повысится на 73 миллиарда. Хотя предприятие провело расширение, для введения дальнейшего производства нужны немалые расходы. В одно время горнорудная продукция реализовывалась по высокой цене – до 10 тысяч долларов. Но мы сможем реализовать эту продукцию, а полученные средства направить на развитие экономики страны. На сегодняшний день в предприятии РДНЭТ насчитывается более тысячи сотрудников. С расширением предприятия количество дополнительных рабочих мест увеличилось на 33. Увеличение рабочих мест на предприятии позволит повысить материальный уровень не только самого работника, но и его семьи. На церемонии открытия дополнительного цеха, согласно указу президента, высшие государственные награды были вручены лучшим работникам предприятия. Также была организована национальная борьба с участием 128 борцов и открытие центра НРЛ. Ценсурен, РДНБС Галан, середина земли, Монголия. В Монголии начнутся работы по прокладке скоростной автомагистрали протяженностью 1000 км по маршруту Алтанбулак-Улан-Батор-Замынудэ. Скоростная автомагистраль пройдет через территорию 25 самонов, 6 аймаков и по территории двух столичных районов. В преддверии старта данного проекта был организован форум, получивший название «Степная дорога и развитие». Подробности у нашего корреспондента. Форум был организован с привлечением глав самонов и аймаков, председателей собрания представителей местных граждан и других официальных лиц. На этой встрече подробно ознакомились с проектом скоростной автомагистрали по маршруту Алтанбулак-Улан-Батор-Замынуд. Рассказали об особенностях самонов и поселений, которые появятся вдоль скоростной автомагистрали, о дальнейшем развитии и какое участие будет принимать местное население и администрация. Уже подготовлены предварительные геологические схемы. Через Самон-Баинчандман протяженность дороги составит 27 километров. С развитием дороги придет и развитие Самона. Дорога крайне важна. Эта дорога пройдет через территорию трех государств, поэтому она имеет большое будущее. Думаю, что Монголии дорога принесет положительные плоды. Работа по прокладке скоростной автомагистрали в направлении Алтанбулак-Улан-Батор-Замынуд протяженностью в тысячу километров будет осуществляться по концессионному договору. Согласно протоколу правительства Монголии от 9 марта 2014 года с Министерством экономического развития был заключен договор, играющий важную социально-экономическую роль и соединяющий в себе не только Россию и Китай, но и Азию и Европу в целом. На реализацию данного крупного проекта потребуется 5 миллиардов долларов. Шиджир, Эрден Бэс Галан, Середина Земли, Монголия. Это были новости Монголии. Спасибо за внимание. Ну а сейчас передаем слово нашим коллегам из Китая. Здравствуйте, коллеги. В студии Сянчжунань. В жажей минуты мы расскажем о самых заметных и интересных событиях в Китае. В КНР отметили национальный праздник – фестиваль драконих лодок. События традиционно проводятся в пятый день пятого месяца по лунному календарю. В этот день принято готовить дзунзи – угощение из клейкового риса. О других традициях празднования в репортаже далее. Фестиваль драконих лодок в Китае отмечают уже более тысячи лет. В этот день принято есть дзунзи и устраивать соревнования на воде. По преданию, команда «Победитель» принесет счастье и удачу всем жителям своей деревни. В этом году на традиционный праздник в Шанхай съехались 800 спортсменов из восьми стран и регионов. Веселье с международным размахом. Мы здесь второй раз. Принимать участие в фестивале драконих лодок – сплошное удовольствие. Тем более, что в нашей стране эта дисциплина новая. Китайские боевые искусства, ритуальные танцы, вырезки из бумаги и кулинарные сюрпризы – на празднике найдется занятие для каждого. В фестивале драконих лодок – это два в одном – культура и спорт. В центре этого события гонки на воде. Помимо соревнований, на праздник есть место и традиционным народным запавам. Готовить из липкого риса дзунзи – это традиция. Но в каждой провинции свои рецепты. Где-то в бамбуковые и тростниковые конверты добавляют мясо и каштаны, а в другой части КНР популярны сладкие дзунзи. Традиционное угощение принято тушить и варить. В провинции Хубэй на родине великого поэта Цю Юаня кулинарному ритуалу подходят с особым трепетом. Треугольная форма дзунзи символизирует чистосердечность Цюаня, а сладкая начинга – его беззаветную преданность родине. В провинции Юньнань в праздник драконьих лодок у местных жителей принято посещать цветочный рынок. Но и про традиционное лакомство не забывают. Здесь говорят, что связанные вместе два дзунзи сулят двойное счастье и благополучие. Дружба, верность и ужасы войны на проходящем в эти дни Шанхайском кинофестивале представили продолжение мультфильма «Еврейская девочка в Шанхае». Его первая часть в 2010 году завоевала международное признание, получив награду Иерусалимского кинофестиваля. На предпремьерном показе побывали и мои коллеги. Бегство на корабле из нацистской Европы – далекий Шанхай. Маленькая Райна в совершенно незнакомой стране. Но дружба с китайским мальчиком Джо Аганин помогает ей снова обрести радость жизни. Вся история представлена глазами ребенка. Дети, конечно, на все смотрят просто и наивно. Кроме ужасов войны мы можем видеть еще и дружбу, верность и доброту в непростое время. Выход второй части мультфильма «Еврейская девочка в Шанхае» приурочили к 70-летию победы над фашизмом. Главная идея прежняя – искренние человеческие чувства на фоне войны и лишений. Мультфильм очень реалистичный. В нем показываются старый Шанхай, жизнь горожан и как китайский народ активно помогал еврейским беженцам во время Второй мировой войны. Я знаю эту историю. Очень важно об этом рассказать именно в 70-летие победы над фашизмом. Рассказать евреям, которые 70 лет тому назад бежали от фашистов в Шанхае. Тогда сюда прибыло более 20 тысяч евреев. В мультфильме рассказывается их история в Шанхае. Я хочу рекомендовать этот фильм детям евреев, которые жили в Шанхае. Знаю, что они ждут выхода этого мультфильма. Хочу каждому подарить мультик на память. Во время Второй мировой войны Шанхай стал убежищем для еврейских беженцев из Европы. До 1942 года он был единственным городом в мире, безусловно, открытым для евреев жертв Холокоста. Первая часть мультфильма, посвященная этой истории, вышла в 2010 году. И завоевала международное признание, получив награду Иерусалимского кинофестиваля. На Мила, Си-Си-Ти-Ви. Итак, на этом у меня все. Спасибо за ваше внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин